На столе атрибуты военного времени. Таким оружием пользовались военнослужащие в Афгане и Чечне. Естественно, после первого штурма сразу же начали понимать, что нужно, что не нужно. Гранат, как правило, брали по минимуму одну-две. Ну, это у нас экспонаты, это автоматы, которые стояли на вооружении советской армии, российской армии. Они все уже непригодны, естественно, к боевым действиям, поэтому все тут безопасно. В феврале две знаменательные даты – 15-го числа годовщина вывода советских войск из Афганистана и 23-й день защитника Отечества. Поэтому именно в феврале организация «Боевое братство» проводит в образовательных учреждениях округа уроки мужества. Сегодня встреча с учащимися проходит в районной библиотеке. На вопросы ребят отвечают ветеран афганской войны Артур Гавриков и ветеран Первой чеченской войны Алексей Калмогоров. Рассказывают мужчины сначала о своем боевом опыте. В принципе, они ничем друг от друга не отличаются, эти все уроки. Начинаем рассказывать про Афганистан, про Течню, как попал, как служил, как до жизни-то такой докатился, как песни начали писаться. Опять же, сводим на то, что почему надо родину защищать. Потом, если есть время, у ребят появляются вопросы, бывают споры, и споры бывают даже не шуточные. На войне каждые минуты стресс, с утра завтрак и построение, а уже на следующий день на завтрак приходят не все. Мы выезжали где-то в 6 утра, приезжали за полночь порой, и даже не понимали, кто там остался, потому что все выезжали хаотично, бывало даже разными тропами. И когда только на утро все собирались, уже понимал, что кого нет рядом. И только тогда он уже вспоминал, кто здесь в тебя лежал, кто здесь лежал. Поэтому вот проблема такая, которую нельзя исправить, к сожалению, в этой жизни, когда забирают жизнь человеческую. На самом деле, конечно, были очень большие потери. Буквально, по некоторым данным, за две недели боев за Грозный погибло и пропало без вести. Бывают случаи, когда дети не знают даже о том же Афганистане. Буквально вчера на работе ко мне зашел мой коллега, он сам афганец. И у него сын уже взрослый, он говорит, представляешь, меня даже сын не поздравил, потому что сын просто забыл про эту дату. Поэтому, ну, надо сказать, что дети задают много вопросов, с интересом слушают все, что мы рассказываем, и относятся с пониманием. Поэтому это все придает нам уверенность, что мы и дальше будем продолжать такие мероприятия, и они будут востребованы. В организации «Боевое братство» считают, что уроки мужества должны стать обязательной частью школьной программы. Андрей Пластынов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести». Продолжение следует...